Я хотел бы на секундочку сконцентрировать ваше внимание на одном очень важном и самым главным, по-моему, аргументе поклонников гомеопатии. Его практически невозможно побить, его невозможно парировать. Когда вы объясняете что угодно из услышанного выше, человек ответит вам, а мне помогло. Этот аргумент железобетонный, вы не побьете его ничем и никогда. Я надеюсь в следующие 15 минут услышать ответ компетентный на этот вопрос, потому что выступит не просто доктор медицинских наук и профессор, а выступит президент общества специалистов доказательной медицины, которые именно этим и занимаются. Василий Викторович Васов. Спасибо. После того, как мы все поприкалывались над гомеопатией, пришла пора заняться серьезным делом. В истории науки есть такая... А презентация будет, да? Опа, здорово. В истории науки есть такие замечательные моменты, когда человек, пользуясь некоторой идеей, которая в этот момент ему казалась правильной, выполнял работы, которые приводили к важным изобретениям, а потом оказалось, что идея у него была неправильная. В частности, человечество 70 лет пользовалось вентилированным бензином, который был изобретен на основании идеи того, что бензин надо покрасить для того, чтобы он не детонировал. Потом оказалось дело совсем не в красителе, то есть не в краске дело, не в цвете бензина, но бензин перестал детонировать с такой силой, как сырой. Вот поэтому, чтобы мы не говорили про неправильность идей, это срабатывает только в отношении тех людей, которые свято верят в правильность линии партии и сегодняшних знаний. А надо все-таки ответить на вопрос, вот оно действительно ли работает и можем ли мы ответить на этот вопрос. Поэтому я буду стараться на него отвечать именно на этот вопрос. У нас у врачей, как известно, про врачей тут уже говорили, вскользь плохие слова про врачей говорили, поэтому я сам спешу сказать про себя плохие слова, что у меня есть в других случаях, может быть, потенциальный конфликт интересов, но в данном случае я чист перед вами и никакие товары, к которым я имел отношение, здесь упоминаться не будут. Важно, что гомеопатия не является никаким исключением в поле альтернативной медицины. Например, ядовитыми соединениями ртути и ртутью как металлом люди лечились точно так же столетиями, и что самое удивительное, лечится до сих пор. То есть если вы погуглите лечение ртутью, лечение сулемой жутким ядом, то вы сразу это найдете. И люди принимают это не в маленьких дозах, а реально в токсичных дозах. Люди себе голову сверлят для того, чтобы что-то там такое получить. Есть целые клубы в интернете, опять же, погуглики. И это тоже не новое, это, по-видимому, столетиями существует в человеческой культуре. Но мы-то живем в нашей современной культуре, и нам нужно определиться с тем, работает ли гомеопатия действительно, и можно ли это измерить, как она работает. Прежде всего, надо сказать, что у нас, у врачей, у человечества, очень мало лекарств, очень мало методов лечения, которые дают очень большой эффект. То есть, когда возникает вопрос, а что бы такое, вот назвать, какое лекарство очень сильно действует без вопросов. И вы не поверите, тот человек, который скажет антибиотики, он оказывается в ошибочном положении. Антибиотики имеют вполне себе ограниченный, умеренный эффект. В том числе даже при болезнях, которые являются частыми, которые считаются правильными лечить антибиотиками. Например, при пневмонии надо лечить людей антибиотиками, но не существует экспериментов, которые бы показывали, что лечение определенными антибиотиками дает существенную пользу. И все рекомендации базируются на экспериментах в стекле. Но все-таки некоторые примеры высокоэффективного лечения есть. Вот один из таких методов лечения, это привлекшее к себе внимание последние 10 лет пересадка кала. Есть такие жуткие инфекции, которые люди, в общем-то, и так подхватывают. И в этой аудитории есть, наверное, сколько человек, которые носят в себе этого злобного микроба. Но чаще всего они этого жуткого микроба подхватывают в стационаре. И вот в больнице они заболевают, этот жуткий микроб, кластридиум дефицили, начинает организм отравлять, жуткий понос, интоксикация, понос, интоксикация, лечат человека одним антибиотиком, не помогает вторым антибиотиком, третьим антибиотиком. Интоксикация нарастает, тяжелое отравление, и человек потихоньку умирает. Вот после последовательности движения через 5, 6, 8, 10 антибиотиков к более дорогим и к более токсичным, дальше уже, оказывается, делать практически нечего. И вот тут-то и были проведены эксперименты, которые привлекли большое внимание 6 лет назад. Взяли 18 таких больных и всем им через зонт в поджелудочную железу, в 12-перстную кишку, то есть ниже желудка, ввели разболтанный в солевом растворе кал здорового донора. Через 4 дня у 16 из 18 наступила нормализация стула, и дело пошло на выздоровление. Тем, кому не повезло, двоим оставшимся, сделали ту же самую процедуру с калом от другого донора. Совершенно верно, надо радоваться за этих людей, потому что и эти двое, тоже у них наладился стул, и они пошли на выздоровление. Вот это замечательный эффект, такие эффекты бывают крайне редко. И сегодня уже существуют массовые бизнесы по продаже этого замечательного лекарства. Это значит, вот продается книга по самолечению, тут вот перечислены куча болезней, которые можно таким образом лечить. И я думаю, что просто вот в этом отношении бизнес, у нас в Москве, кстати, тоже есть уже бизнесы, которые продают эту замечательную услугу. Но здесь речь идёт не о микроскопических дозах, здесь речь идёт о реальных дозах всё-таки. Мы должны это помнить, и теперь мы можем двинуться дальше. Значит, бывают высокоэффективные вмешательства, бывают, но редко. Почему не срабатывает идея о том, видим ли эффект лечения или не видим? Не потому, что эффект маленький. Эффект может быть довольно большой, но этот эффект маскируется непостоянством нашей жизни. Мы сегодня, мы с утра имеем одну температуру, к вечеру другую. У нас масса тела с утра одна, к вечеру другая. У нас с утра где-то ноет, потом к вечеру уже не ноет. Всё время в течение суток, в течение недели всё в организме меняется. И поэтому врач, наблюдая за человеком, как правило, не может сделать серьёзного вывода о реальных событиях. Подчёркиваю, потому что реальные события имеют вполне себе размер, сопоставимый с шумом. Что происходит при хроническом заболевании? Обострение ремиссии, обострение ремиссии. Больной когда приходит к доктору? Когда у него обострение? Что наступает после этого ремиссия? Чем бы доктор его не лечил при хроническом заболевании, наступает ремиссия. Доктор может лечить абсолютными недействующими веществами, и у него будет впечатление, что он помогает больному. И больной будет думать, что ему помогает, и будет молиться на этого доктора, и говорит, у меня самый лучший невропатолог в мире. Почему? Потому что вот так это устроено. И это самооправдывающая система, которая работает и работает. Я подозреваю, что в этой аудитории есть знатоки Библии, но поскольку не все таковые, я напомню историю из Ветхого Завета, которая полезна нам в том смысле, что она фундаментальную идею контролируемого испытания преподносит нам всем в качестве готового урока. Науходоносор, завоевавший Иерусалим, сделал со взрослыми то, что положено было делать в те времена со взрослыми, а детей взял к себе для того, чтобы они услуживали ему за столом. И вот эти три брата оказались во дворце, и науходоносор велел их кормить со своего стола, для того, чтобы они хорошо выглядели, как слуги за столом. Даниил, который, возможно, является легендарной фигурой, но тем не менее он как старший брат попросил разрешения есть только овощи и фрукты и пить только воду. Слуга, который не имел к Кошеру, естественно, никакого благоговения, сказал, что никак нельзя, царь мне голову отрубит. Даниил предложил провести контролируемый эксперимент. Закрой нас на 10 дней в комнате, давай нам только фрукты, овощи и воду, а через 10 дней ты увидишь. Через 10 дней Евнух открыл комнату и обнаружил, что мальчики выглядят лучше других, и разрешил им есть свою кошерную пищу. Обратите внимание, это сколько-то тысяч лет назад, если это вообще было, но идея абсолютно простая, есть с чем сравнивать, и никаких тебе обменов, никакого числа абагадра, важно, чтобы мальчики хорошо выглядели. Сегодня мы называем это в медицине клинически важный исход, то, что нужно пациенту, то, что врач считает важным. Сплошь и рядом, к сожалению, в медицине, и вот в 19-20 веке врачи, они восхищались тем, что они узнают, как там клетки в крови работают, как там кровь бегает, и они начинали мерить все вот это, как это происходит, какое артериальное давление, какой препарат на какой параметр давления влияет, а в действительности важно только, какой важный исход, какой важный исход, и вот меняет ли гомеопатическое лечение важный исход. Уже совсем в историческое время, всего каких-то 150 лет назад, вот этот метод, который отрок Даниил предложил, он был сформулирован в более чистом виде, как метод единственной разницы. Если при одинаковых условиях возникают одинаковые результаты, а если меняется исходное условие, меняется результат, то тогда есть логические основания предполагать, что изменение результата связано с изменением вот этого условия. Я подозреваю, что все это вы проходили в школе, только, наверное, не все помните. Вот на основании этой идеи в 19 веке была сформулирована идея настоящего контролируемого эксперимента. В начале 20 века ее теоретически обосновали, а после Второй мировой войны впервые использовали. Обратите внимание, это все было относительно недавно. То есть измерять, насколько хорошо работает лечебное вмешательство, собственно, и профилактическое вмешательство тоже, научились относительно недавно. Но сегодня это процветающая часть биомедицинской индустрии, и базируется она в целом на относительно простой схеме. Вот эта схема перед вами, выборка пациентов с какой-то болезнью в какой-то определенной стадии. У них получают согласие на то, чтобы на них провести такой эксперимент, и случайным образом распределяют их в две группы. В данном случае в две группы может быть другое. Например, бросают монетку. Если достаточно много людей сюда распределяется, эти две группы получаются в высшей степени похожими. Очень важно, что они похожие получаются не только по количеству мальчиков и девочек, что можно было бы и так подобрать, а по и тем признакам, которые никто не измерял. Люди, например, в рост в том, сколько они алкоголя употребляют, но если их случайно распределять в две группы, то тогда непьющих будет здесь такое же количество, как и здесь непьющих. То есть вот эти две группы получаются реально достаточно одинаковыми, если они достаточно большие. После этого их подвергают лечению и контролю. Контроль – недействующее вещество. Это недействующее вещество, как правило, упомянутый сахар или что-нибудь эдакое. В принципе, это может с таким успехом быть галета, крахмал, всё что угодно, потому что это естественный компонент окружающей среды. Предполагается, что человек, если он сахарозу пил утром с чаем, то дополнительные полграмма сахарозы, которую он съест в качестве плацебо, они никак на него не влияют. Вполне логично, и здесь подозревают, что всё так оно и работает. И вот в таком испытании дальше можно посмотреть, чем результаты после лечения отличаются от результатов без лечения. Вот этот способ является единственным и самым лучшим способом измерения эффективности лечения. А теперь, вспоминая говённое лечение с большим эффектом, посмотрите, с какими эффектами имеет дело сегодняшняя медицина. Два года назад компания «Анавартис» ввела в практику, получила разрешение в Соединённых Штатах, а теперь и в России, на новый препарат для лечения сердечной недостаточности. Сердечная недостаточность хроническая – это такое состояние, когда сердце хронически не справляется вследствие каких-то повреждений со своей функцией, и люди с таким состоянием в общем долго не живут. Последние 20 лет не было ни одного нового эффективного препарата. Они предложили новый препарат. Обратите внимание, какое крутое название своему испытанию они дали. «Парадигм-шифт», типа вот мы с этим препаратом меняем всё. Посмотрите, к чему это привело. Вот эта чёрная линия – это дни. И вот год, два года, три с половиной года продолжалось испытание. И люди умирали. За три года, видите, умерло почти 30%. А теперь посмотрите, какая разница. Вот это с помощью этого препарата. Видите, какая разница. Три с половиной процента. При том, что здесь 30%. То есть размер эффекта совершенно ничтожный с точки зрения обычного человека. То есть если мы будем думать насчёт того, интересен вот такой эффект или не интересен, то, наверное, он как-то и не очень интересен. Но поскольку препаратов новых не было, это позволило Навартису залудить за этот препарат огромную цену. И он сейчас во всём мире успешно продаётся. Вот она проблема. Проблема состоит в том, что очень маленькие эффекты. А теперь посмотрите, какая гладкая линия. Вы скажете, она не гладкая. Поверьте мне, это гладкая линия. Почему она такая гладкая? Потому что они включили в это испытание очень большое количество пациентов. Чем большее количество пациентов, тем точнее можно посчитать проценты. Если мало пациентов, проценты точно не считаются и разница не обнаруживается. Они знали, что у них будет маленькая эффективность, маленькая разница. И они изначально включили здесь тысячи пациентов. Это было очень дорогое испытание. Но они всё правильно рассчитали. У них получилась статистически значимая разница, которая нам кажется по размеру совсем небольшой. И вот исходя из этого, мы с вами понимаем, что раз эффекты маленькие, если эти эффекты трудно измерять, то ещё и при повторном измерении одного и того же будут получаться разные результаты. И вот реально, куда бы мы ни посмотрели, почти везде, примитивно к любому лекарству, одно испытание, второе, третье, пятое, десятое, и эти испытания показывают разную эффективность у препарата. В одном случае препарат вроде бы помогает, в другом не помогает, а в третьем даже приносит вред. Как можно составить общее впечатление об этом препарате? Ну, вообще-то, считая разумные врачи, доказательная медицина гласит, что если эффект то ли есть, то ли нет, то препарат применять не надо. И большинство нормальных людей с этим соглашаются. Ну, наверное, да. Беда заключается в том, что сплошь и рядом выбор препаратов очень маленький. И тогда люди, которые оказываются перед лицом того, что у них всего два препарата, и оба препарата то ли работают, то ли не работают. Доктор, а какой лучше применять? И доктору очень трудно сказать, да никакой не надо применять. Чертовски трудно, это большущая проблема. И вот для того, чтобы отвечать на вопросы, используя всю совокупность научных данных, 50 лет назад была придумана относительно оригинальная технология, которая в конце 20 века стала стандартом обобщения научных данных, которая называется систематическими обзорами. Вот их делают систематические обзоры именно для того, чтобы совокупность разнонаправленных данных, непохожих данных собрать в единую оценку и ответить на вопрос, лекарство работает или не работает. Их делают люди самых разных специальностей. В медицине, например, часть систематических обзоров делают вообще не врачи. Почему? Потому что это отдельная технология. Грубо говоря, потребители тоже делают систематические обзоры. Если вы хотите сами открывать для себя правду, помните, что это вполне доступная технология, если вы умеете пользоваться простейшими статистическими инструментами и знаете, как читать по-английски. Увы, без английского никак. Но все-таки есть, кроме этого, есть еще и готовые систематические обзоры. Сегодня их тьма. Если чего-то тьма, значит, что-то будет плохое, что-то будет хорошее. Но, во всяком случае, сегодня их найти достаточно легко. Примедительно к медицине идете на сайт Национальной медицинской библиотеки Соединенных Штатов. Американцы платят налоги, без любви, но платят налоги. На эти налоги содержатся нам бесплатно доступно. Мы их можем там взять, прочитать. Гугл-переводчик нам в руки. Пожалуйста, мы там можем найти эту информацию. Мы все можем эту информацию использовать. Очень хорошую, хорошо доступную информацию. Не могу обойти объяснением так называемый лесной график, потому что лесной график нам пригодится для того, чтобы посмотреть на самый информативный обзор, самый информативный обзор доказательств в отношении гомеопатии. Лесной график отражает совокупность разных исследований, результатов разных исследований, которые обобщаются в итоговой оценке. Итак, помните, две группы. Одна группа лечена активным лекарством, другая лечена с помощью плацебо. Если, грубо говоря, наступает облысение одинаково в одной и в другой группе, то это значит, что деление 6% облысения в одной группе, 6% облысения в другой группе дает единицу. Вот она, эта единица, отсутствие эффекта. А вот это результаты испытания препарата для лечения облысения. Меньше единицы, это значит, что при лечении облысение наступало немножко реже. Но поскольку всегда пациентов мало, помните насчет препарата для лечения сердечной недостаточности, поскольку препарата пациентов всегда мало, оценка всегда получается приблизительная. И вот эта приблизительность описывается так называемым доверительным интервалом. То есть истина находится где-то вот здесь. Истина где-то рядом, вот здесь она. Проводят второе испытание, или находим мы второе испытание в литературе. Здесь эффект еще больше, но доверительный интервал тоже широкий. Третье испытание. Здесь эффекта нет статистически значимого. Если линию пересекает, значит статистически значимого эффекта нет. И мы видим, что примерно одно и то же. Это испытание подтверждает, что эффект есть. А это испытание говорит о том, что эффекта нет, или даже препарат войдет, поскольку в эту сторону. То есть здесь облысение, в этом испытании этот препарат показывал, что облысение чаще наступает при лечении. Но доверительный интервал очень широкий. Вот статистический анализ, который называется метаанализом, позволяет получить обобщенную оценку и ответить на вопрос, о, этот препарат действительно помогает против облысения. Вот подобного рода технология, она стала стандартом в конце 20 века и применяет сегодня очень широко для того, чтобы отвечать на такие общие вопросы. Работает препарат или не работает? Мы будем смотреть на вопросы в отношении гомеопатии. Работает или не работает гомеопатия? Но на всякий случай мы с вами посмотрим на еще один инструмент, который описывает результаты разных клинических испытаний, введенных в один обзор. Здесь речь идет о лечении инфаркта миокарда с помощью магнезии. Сульфат магния – это замечательное совершенно средство, которое в медицине использовалось практически везде, и в некоторых областях до сих пор используется. То есть нет такого, чего бы не лечили с помощью сульфата магния. В том числе лечили инфаркт миокарда. И обратите внимание, какое большое количество исследований, вот это отдельное исследование, показывали, что магнезия снижает летальность при инфаркте миокарда, умирает меньше больных. В некоторых исследованиях там больше, чем в 10 раз снижалась частота смертельных исходов у больных инфарктом миокарда. Но в других исследованиях, видите, повышалось. И вот этот вопрос о том, действительно ли работает магнезия, он длительное время оставался без ответа. Почему? Потому что очень разные результаты были в испытаниях, и не было уверенности в том, что они правильные. Доктора набрали сил, провели большое исследование. Это исследование показало, что… А помните, чем больше пациентов, тем точнее считаем процент, да? Что эффект совсем не такой уж и большой. И вот в 95-м году были опубликованы результаты эпохального исследования, в котором включили тысячи пациентов в разных странах, и которое показало, что не работает ни черта сульфат магнез. Но провести такое испытание очень трудно. Почему? Потому что люди же думают, что это помогает, и туда включать пациентов и говорить, что мы, может быть, вас будем лечить сульфатом, а может быть, не будем. Люди же могут не соглашаться на участие в эксперименте. В конце концов, кто в этом заинтересован? Практически только чистая наука. Каким образом получалось так, что все маленькие испытания оказались вот здесь? Здесь мы сталкиваемся с вами ни с биологической, ни с статистической, ни с лабораторной, ни с клинической проблемой. Мы сталкиваемся с проблемой нашего общества. Каждому исследователю хочется опубликовать те результаты, которые подтверждают, какой он умный, какие у него правильные идеи. Если, оказывается, результаты не подтверждают его идеи, более того, говорят, что он дурак, то, естественно, человек не хочет публиковать такие материалы. А представьте себе, если это какой-нибудь академик, академик, который владеет производством генеопатических препаратов. Ну как он может опубликовать результаты исследований, которые покажут, что его препараты не работают? Конечно, он публикует только вот такие результаты. То есть он, может быть, даже честно проводит исследования, но вот эти вот исследования просто не попадают в печать. И вот было показано, что если вот в такой треугольник укладываются результаты, то вот здесь вот остаются неопубликованные. Вот это вороночный график, правильная воронка вот такая должна быть. И вот на прошлой неделе известный критик современной биомедицинской науки Бен Галдаккер со товарищей опубликовали очень простой инструмент для оценки того, а сколько же опубликовано. Доказательная медицина – совершенно замечательная область человеческой практики. В конце 80-е и 90-е годы началась борьба людей, которые составляют острие международного движения доказательной медицины за опубликование всех научных данных, чтобы не было вот этих вот дыр. И к концу 20-го века была сформирована идея о том, что нужно для этого хотя бы, чтобы все испытания, которые начинаются, сначала зарегистрированы были. Если они будут зарегистрированы до начала, то тогда будет труднее скрыть результат. И вот это было сделано впервые в 1991 году в Национальных институтах здоровья. Располагается эта база данных в той же Национальной медицинской библиотеке в Соединенных Штатах. И эта база данных, Clinical Trial, с ГАФ, она всем нам доступна. Мы можем туда пойти и посмотреть, и обнаружить. Там есть некоторые даже русские испытания. То есть первое испытание орбидола, которое так и не было закончено, оно, по-видимому, было первым русским испытанием, которое было зарегистрировано в этой базе данных. И вот если сравнить вот это испытание, которые были зарегистрированы, с тем, что потом было опубликовано, посмотрите, какой дефект. Половина не опубликована. Половина не опубликована. То есть мы, к сожалению, живем в мире, где не только все очень трудно измерять, где не очень неточные измерения, но к тому же и то, что мы видим, это только часть картины. Вероятно, в действительности все не так, как на самом деле. То есть то, что мы видим, то, что мы видим, это искаженное изображение того, что получается действительно в практике. Поэтому вот эти люди, которые продвигают альтернативные практики, они, значит, с одной стороны, они должны сами проверять и доказывать, насколько это эффективно, потому что мы не обязаны за них проверять их гомеопатию и лечение ртути. Но с другой стороны, если они будут проверять, то они напроверяют. И вот это, к сожалению, систематически работает. И до 90-х годов в отношении гомеопатии было сделано очень мало клинических испытаний. Доброкачественных клинических испытаний почти не было. Но движение доказательной медицины, стремление получать данные из клинических испытаний повлияло и на эту область, и стали проводить клинические испытания и гомеопаты. То есть все-таки правильно сказать, сколько бы ни прикалывались над гомеопатией, среди гомеопатов есть вполне себе люди. И они проводят клинические испытания. И некоторые клинические испытания делают хорошо. И они их публикуют. И некоторые клинические испытания, которые они проводят и публикуют, отрицательны по отношению к гомеопатии. И по большому счету это единственное, что о том, что я говорил, дает основания для оптимизма в науке, для того, чтобы надеяться на хорошее в будущем. Потому что, хотя там все, и фальсификации, и плагиат, и не публикование данных, но вместе с тем есть честная работа, на которую в конце концов можно опираться. И вот когда стали проводить клинические систематические обзоры, то оказалось, что разные авторы, которые работали в один год или позднее, они включали в свои систематические обзоры разное количество испытаний. Вот Джосс Клейнин, он включил аж 107 рандомизированных испытаний, но они у него все оказались очень низкого качества. Хилл, который в этом же году пытался обобщать, у него получилось, что его критериям качества соответствует только 40 испытаний. Клаус Линде, который прославился двумя очень качественными обобщениями, он в 1997 году нашел 185 РКИ, но из них включил только 88. Но совершенно ясно, что в зависимости от того, что включается, получается разное обобщение. В результатах клинических испытаний есть одна совершенно замечательная закономерность, которая прослеживается с такой же точностью, с которой день сменяет ночь. Чем лучше испытание, тем меньше в нем результат. Чем хуже испытание, тем больше в нем результат. Помните тот график с сульфатом магния, да? Где было мало пациентов, там был очень хороший результат. А где было много пациентов, оказался нулевой. Вот график из наиболее интересного обзора последнего времени, обзора Шанга. Здесь мы видим треугольник, помните, я говорил, воронка, да? Воронка. И здесь мы видим, что воронка имеет свою основную часть в стороне от единицы. Здесь логарифм, по-моему, здесь единичка должна была бы быть, да, если бы были годы, да? То есть он показывает, что вроде бы гомеопатия эффективна, но график явно асимметричный. Здесь есть маленькие исследования, очень маленькие исследования, которые показывают огромный эффект. И они, вот эти исследования, тянут этот график вот сюда, от зоны неточности. Как выглядят эти отдельные испытания? Помните лесной график? Вот он, лесной график. Видите, какие они разные. То есть если бы кто-то нас спросил, так всё-таки вот глядя на эти исследования, действует гомеопатия вообще? Невозможно сказать. Невозможно сказать. Но применение статистического анализа, оно создаёт иллюзию того, что мы получили точную оценку. Потому что какой смысл имеет обобщённая точная оценка, допустим, 5,5%, если эта оценка колеблется от минус 10 до плюс 20? Да никакого значения не имеет. То есть систематический обзор позволяет всё обобщить, но его итоговая статистическая оценка может оказываться совсем нам бесполезной. Вот Шанг с авторами. Они нарисовали два вот таких замечательных графика, которые, конечно, немножко сложны для восприятия, но надеюсь, что вы после предыдущих картинок с ними справитесь без труда. Вот это гомеопатические лекарства, а вот это обычные лекарства. Здесь размер эффекта, это в пользу лекарства, это в пользу плацебо. В пользу лекарства и в пользу плацебо. А это точность. А это точность. И вот мы видим, что как в гомеопатических лекарствах по мере увеличения точности происходит приближение к единице, отсутствие эффекта, так и при обычных лекарствах тоже происходит приближение к единице. Но эти авторы сделали вывод статистический о том, что вот здесь линия регрессии не упирается в единицу, а здесь упирается. Представляете, какая крутизна? Боюсь, что это вас не убедило. Меня тоже. Но это та самая правда, которая доступна нам с помощью современных методов измерения. Эти современные методы измерения показывают, что если у гомеопатического лечения и есть в целом эффект, то этот эффект такой маленький, что он неразличим с помощью наших методов измерения. Помните, как хорошо Навартис показал 3-процентный эффект с помощью современных методов измерения? 3% они показали. И таких исследований можно привести массу. 1,5% показывают надежно. Допустим, при лечении остеопороза для предотвращения переломов снижает частоту переломов в течение 5 лет с 1,2% до 0,4%. И это показано в хороших исследованиях. Но это же ничтожный совершенно эффект, но он показан. А гомеопатическое лечение не может продемонстрировать вот такого убедительного эффекта. Отсюда какая мораль? Какая мораль? Не найден эффект. А если эффект не найден, то с точки зрения нормальной медицинской практики и нормального трезво-мышлящего человека с улицы такое лекарство не надо использовать. Спасибо вам за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok